Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, и это очень быстрое видео, которое я пытаюсь сделать максимально быстро, чтобы ты как можно быстрее об этом узнал. Итак, Израиль нанес ответный удар по Ирану в связи с ответными действиями Ирана против Израиля за израильский удар по иранскому консульству в столице Сирии. Ей-богу, как дети малые, только масштабы последствий более взрослые. Теперь один из вопросов, на который рынок ищет ответ. Каковы будут последствия всего этого? И сегодня, кстати говоря, день рождения верховного лидера Ирана, 19 апреля, и это всего лишь за три дня до праздника Песах. Израиль изначально предполагал, что не будет наносить ответный удар по Ирану до окончания Песаха. Но сегодня они внезапно ударили по Ирану в день рождения их верховного лидера, всего за три дня до праздника Песах. И мы слышим из Ирана, что наземные объекты в Иране не пострадали. Не ясно, было ли это уловка Израиля, или Иран действительно смог предотвратить все их удары. У нас также есть аргументы, исходящие из Ирана, что Иран потенциально может ответить совершенно новым видом оружия. Рынок испугался, что это может быть грязная бомба, но думаю, что это маловероятно, так как это, скорее всего, очень сильно расстроит коалицию на Ближнем Востоке, а также Россию и Китай, которые, в общем-то, являются союзниками Ирана. Однако Иран пообещал более серьезный ответ, если Израиль ответит. И Израиль уже ответил. Одна из причин разговоров о возможном нанесении ответного удара по ядерным объектам Израиля заключается в том, что Израиль попытался нанести удар по Исфахану. По крайней мере, так говорят иранские СМИ. Это примерно в 300 километрах к югу от Тегерана, столицы Ирана. Почему это важно? Потому что в Исфахане есть несколько критически важных элементов. Во-первых, в центре Исфахана находится Исфаханский университет. И если мы проедем от международного аэропорта к нему, то по дороге мы можем найти вот это место. Оно тоже принадлежит Исфаханскому университету, но при этом является частью Иранского ядерного исследовательского центра. Возможно, что израильский удар недалеко от этого места был просто посланием. Вы думаете, что вы в безопасности? Но мы можем нанести удар тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете. И мы знаем, где находятся ваши ядерные объекты. Еще одной потенциальной целью могла быть военная авиабаза недалеко от этого места. И еще одна с кучей вертолетов. Естественно, потенциальная возможность обмена ударов по ядерным объектам очень напугала рынки. Но кроме Ирана, атакованы были и цели в Ираке и Сирии. Возможно, Израиль пытался наносить удары по иранским прокси в регионе. Индийские государственные СМИ утверждают, что Израиль предпринял попытку атаки беспилотниками, которые сбивались в районе над Исфаханом. Очевидная эскалация и очевидная реакция рынка. Нефть в моменте взлетела на 4%. На премаркете американские акции падали так, что торговые площадки поставили торги на паузу. Например, Робин Гуд. Биткоин падал ниже 60 тысяч долларов, а золото напротив росло. И как мы видим, биткоин и золото двигаются в абсолютно противоположные стороны. Кстати говоря, есть некоторые токены, которые на фоне Ирано-Израильской войны показывают стабильный и устойчивый рост. И эти токены связаны с токенизацией золота. В Японии на этом фоне Никей упал примерно на 3,3%. Доходность облигаций снизилась примерно на 10 базисных пунктов, поскольку наблюдается бегство в золото и облигации. И сейчас главный вопрос заключается в том, а как отреагирует Иран. В Израиле в северных районах страны объявлен красный уровень тревоги, возможно из-за враждебного вторжения беспилотников, которые запущены из Ливана на территорию Израиля. Также не забывай, что в окрестностях Израиля действуют многочисленные поддерживаемые Ираном силы, которые действительно создают Израилю множество очагов напряжения и головной боли. Иран заявил, что ответит оружием, которое никогда раньше не использовал и пообещал более значительные ответные меры. Например, в качестве ответной меры они предполагают даже удары по израильским ядерным объектам. Конечно, это явная эскалация и рынок от этого очень сильно испугался. Вспомни непропорциональные ответные действия, которые мы уже видели ранее между Хамасом и Израилем. События и ответ на него были непропорциональными в плане жертв и разрушений. После чего Израиль нанес удар по консульству в Дамаске, которое считается иранской территорией. На что, конечно же, Иран ответил атакой беспилотников и баллистических ракет, большая часть из которых были сбиты объединенными силами британских ВВС, ВВС США и, конечно же, израильскими системами обороны. Так, одно событие раскручивает ряд других. Ответные меры Израиля, вероятно, обойдутся в сумму около полутора миллиардов долларов. Причем большая часть этих средств, скорее всего, будет профинансирована Соединенными Штатами. Военно-морской флот утверждает, что только что израсходовал боеприпасов на миллиард долларов. У них также есть системы противоракетной обороны, стоимость которых может составлять от 400 тысяч долларов до 2 миллионов долларов за штуку. Очевидно, что война дело не дешевое. И еще очевидно, что за эту эскалацию понесут расходы израильские налогоплательщики и налогоплательщики США или их комбинация. Кроме того, она будет оплачена и в глобальном масштабе глобальной экономикой в виде вероятной инфляции цен на энергоносители, поскольку мы наблюдаем рост цен на нефть. Возникает вопрос о том, а не приведет ли эта ситуация к тому, что ФРС США не снизит процентную ставку в этом году, а даже повысит ее из основы растущей инфляции. Ведь ФРС США не реагирует на геополитические проблемы, она реагирует на инфляцию и на все, что ее может усилить. К сожалению, это, скорее всего, приведет к необходимости повышать ставки еще сильнее. Только сегодня Бостик и Уильямс из ФРС предположили, что мы можем увидеть повышение ставок в этом году. Это уже на повестке дня. Таким образом, ФРС США перешла от риторики про несколько понижений ставки в этом году до того, что повышение ставки уже на столе. Осталось лишь получить подтверждение от обновленных экономических данных. Итого три причины, почему биткоин сегодня упал. Представитель ФРС сегодня заявил, что ФРС США может подождать до 2025 года, чтобы снизить процентные ставки. Некоторые чиновники ФРС видят возможность повышения ставки. Несколько недель назад шли разговоры о как минимум трех снижениях ставки в 2024, а теперь они говорят, что до 2025 года этого можно не ждать. Ирано-израильская война. Паника на рынке вызвана неожиданностью израильской атаки, ведь они обещали не атаковать до завершения Песаха. Но кроме этого, рынок испугался возможных ударов по ядерным объектам, как в Иране, так и в Израиле. И, наконец, Грейскейл продолжает продавать биткоины в рамках своего спотового ETF. Но тут нужно добавить, что оттоки из спотовых биткоин ETF продолжаются уже пятый день подряд. И что важно отметить, 17 апреля, например, продавал не только Грейскейл, но и два других ETF от Аркенвеста и Битвайса. Блэк Рок же по-прежнему покупает ни одного красного дня. Интересно то, что RSI и MACD на S&P 500 опустились до уровней, которых мы не видели с марта 2020-го. Тогда эти уровни предшествовали настоящей панике на рынке. Этот аналитик утверждает, что именно поэтому нас ожидает еще большее падение, если история повторится. Да, в 2020 году пандемия коронавируса привела к обрушению рынков. Но посмотри, что было с тех пор. Вот падение на коронавирусе, и что было? Рынки очень сильно выросли с тех пор. Именно поэтому он видит здесь крах, а я вижу большую возможность на длинной дистанции в несколько лет. Такую возможность, которая бывает как раз-таки раз в 4 года. И, кстати, интересно, что 2020 год тоже был годом халвинга. И тогда у нас была пандемия коронавируса и крах рынков из-за этого. А теперь у нас война с Ираном, война с Израилем, война везде, страх ядерной войны. И постоянно же на халвинг происходит какая-то жесть, когда уже будут птички петь и цветочки благоухать. Теперь небольшой секрет. Многие все еще думают, что в 2020 году рынок рухнул из-за коронавируса. И технически это правда. Но на самом деле в 2019 году, если ты помнишь, банковская система уже трещала. Вон сколько помощи они набрали от ФРС США в сентябре 2019. Тогда ФРС пришлось вмешаться и зайти с тяжелых козырей на рынок репо. Сегодняшний момент на рынке похож не только техническими индикаторами и подобным глобальным событиям, но и банковской проблемой, которая никуда не делась. И весь 2023 год фактически висела на реанимационной программе ФРС США. С неделю назад глава Федеральной корпорации страхования вкладов FDIC заявил, что США готовы справиться с крахом крупного банка. И у них уже есть план действий на этот случай. Возможно, на этот раз они не намерены спасать банки, потому что ФРС США закрыла программу срочного банковского финансирования в марте этого года. И на самом деле вся эта хронология событий, которая всех так пугает, нужна лишь для того, чтобы найти виноватых и запустить цифровые валюты центральных банков. Теперь о биткоине. Киты на Bitfinex значительно добавили лонговые позиции на этом падении. Значит, они готовы его откупать. Каждый бычий цикл биткоина проходит фазу эйфории, что сигнализирует об окончательном пике цикла. Но в этом цикле мы эту фазу еще не видели. Она синяя, если что. Мы постоянно говорили о том, насколько по-бычьей выглядит доллар США, но это было на дневном графике. И я совершенно не догадался посмотреть на более долгосрочный таймфрейм. Например, на недельный график. Чтобы доллар стал бычьим, и на недельном графике ему нужно закрыться выше облака Ишимоку, вот здесь. То есть выше 108 пунктов. Если этого не случится, доллар упадет вниз до 103 пунктов. В таком случае на рынке мы увидим хороший отскок вверх. Так что следи за тем, как эта недельная свеча закроется выше или ниже этой границы этого облака. Эта биткоин-коррекция уже составляет 18% и длится уже 10 дней. С точки зрения глубины коррекции, это уже очень близко к территории хороших выгодных покупок. Так как максимальный откат цены в этом цикле составлял 23%, а мы упали на 18%. Однако с точки зрения продолжительности, это по-прежнему одна из самых коротких коррекций в этом цикле. Всего 10 дней. На самом деле эти сроки несколько совпадают с циклами хайпа альткоинов, которые ты видишь на этой диаграмме. Цикл хайпа альткоинов в первом квартале завершился. Теперь пришло время набраться терпения и дождаться начала цикла хайпа альткоинов во втором квартале. Это приведет к тому, что альткоины достигнут дна где-то в начале июня. На этом фоне доминирования биткоина вот-вот выйдет из этого восходящего клина в сочетании с подтверждением медвежьей дивергенции. Нечто подобное было в 2021. Тогда мы вышли из этой фигуры вниз, что привело к альткоин сезону. И вполне вероятно, что мы выйдем из этого клина как раз-таки где-то в июне-июле этого года. На самом деле я ожидал большего отскока альткоинов со среды по пятницу, но энтузиазм инвестора быстро погас. Это означает, что розничные трейдеры и инвесторы находятся в состоянии упадка и отрицания. 30 апреля CZ, бывший генеральный директор Бинанса, получит приговор и альткоины могут упасть еще на 30-40% после этого. Возможно мы даже услышим какие-то новости про тезер USDT в этот день, потому что Бинанс перевел свой резервный фонд из BNB, TUSD и тезер USDT в USDC. А там на минуточку было около миллиарда долларов. А это инструмент сезонной даты Ганна. Это инвестор, который придумал стратегию сезонности разворота трендов. Исходя из его стратегии, развороты трендов случаются в феврале, мае, августе и ноябре. И как раз таки альткоины достигнут дна уже в середине мая или начале июня. А биткоин выйдет из этого клина где-то в июне, что находится между маем и августом. Что по альткоинам, на которые я сейчас обращаю внимание, быстро пробежимся. Это, например, Chainlink. На нем появился сигнал на покупку от индикатора TD Sequential. С декабря 2023 года такие сигналы были трижды. И рост после них составил 27%, 32% и 8% соответственно. Мне нравится то, как Solana сегодня совершенно не отреагировала на то, что все рынки распродавались. Она торгуется в каком-то коридоре накопления. И сегодняшняя эскалация на Ближнем Востоке привела к откупу всего объема на продажу. Как мы видим вот здесь, объем продаж меньше, чем объем покупок. Множество альткоинов показывают одну и ту же картину. Cardano коснулась своего основного диапазона поддержки. То же самое сделал и Uniswap. Storch. Абсолютно такая же картина. Injective откорректировался на 66%. Polygon Matic упал до своего диапазона поддержки. От 35 центов до 67 центов это очень хорошие покупки. Na'Vi. Абсолютно такая же картина. Диапазон поддержки. Мы откорректировались до него. Простыми словами, все, что сейчас корректируется до уровня 7.8 по Fibonacci, выглядит как покупка для меня. Падение альткоинов на 50% за неделю-полторы – это беспрецедентно. Как будто за 7-15 дней произошел медвежий рынок, который должен был длиться 2 года. И цель этой коррекции – это дать людям почувствовать, что бычий рынок закончился, что все кончено, в общем-то. Но это просто уловка и ловушка. Капитализация альткоинов выглядит как ретест этой зоны сопротивления, которую мы пробили вот здесь. И, кстати говоря, эта же зона была поддержкой на прошлом бычьем рынке. Мы пробили эту зону и вернулись к ней, чтобы протестировать ее на предмет поддержки. Если эта зона превратится в поддержку, ты не представляешь, какой рост ожидают альткоины. Когда рынок восстановится, проекты с самыми сильными фундаментальными показателями восстановятся сильнее всех. Почему? Потому что люди на какое-то время будут бояться щиткоинов, которые дали им минус 50-80% за неделю. Память о такой кровавой резне будет свежа. Поэтому они будут искать надежные проекты, в которые будут верить, вера в которые будет посильнее, чем в щиткоины. Поэтому ищи проекты, которые постоянно строятся и растут, несмотря ни на что, и которые сейчас откорректировались до уровня 7-8 по Фибоначчи. На этом все. Меня зовут Богатищий Ди. Не бойся. Прорвемся. Мы уже такое переживали. До скорого. Продолжение следует.